МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...при главном специалисте по эндоскопии Нездрава Российской Федерации. И эти рекомендации будут создаваться с учетом мнения слушателей, которые на протяжении вот уже шести курсов активно участвовали в обсуждении ключевых вопросов российской эндоскопии, диагностической эндоскопии и лечебной эндоскопии. Поэтому я думаю, что ориентируясь на этот важный обмен мнениями, которые у нас развиваются на каждом курсе по-особому, мы и будем создавать и стремиться к созданию новейших рекомендаций для российских специалистов. Общая платформа для двух специальностей востребована всеми сторонами лечебного процесса. Те вопросы, которые поднимаются на конференции, они действительно уже давно назрели, очень актуальны, и они помогают находить общий язык врачам-гастроэнтерологам и эндоскопистам. Ну и, соответственно, от этого выиграют только больные. За Уралье стало местом проведения конференции «Стендап» во второй раз. До Новосибирска был Екатеринбург. Я очень рад, что эта конференция добралась до города Новосибирск и, значит, надеюсь, дальше будет шагать по нашей стороне, потому что верхние отделы очень важны для изучения и улучшения, качества, самое главное, потому что делают ее много, верхнюю эндоскопию, но качество ее очень сильно разнится. Поэтому хочется повысить по всей стране качество этого исследования. Специалисты такой конференции ждали давно. Здесь идет диспут, а не только односторонний какой-то разговор лекторов, поэтому очень много узнаем и какие-то вопросы ожидаем, ответы на вопросы найти на этой конференции. Совместная конференция эндоскопистов и гастроэнтерологов – это возможность принятия общего языка, столь необходимого для выбора пути эффективного лечения пациентов. Так как я являюсь эндоскопистом, для меня очень важно правильно доносить информацию до клинициста, потому что я являюсь диагностом. Мы всегда работаем во взаимодействии доктора разных специальностей. И так как одни эндоскописты, одни гастроэнтерологи, изолированные, это очень сложно. А при взаимодействии в дальнейшем понимаешь, как работать именно с полученными знаниями. За время существования проекта «Стендап» у постоянных экспертов появилась возможность отследить динамику развития конференции. От конференции к конференции мы все более понимаем, какие тематики наиболее интересны для врачей-эндоскопистов и гастроэнтерологов. Мы учитываем пожелания аудитории и включаем новые лекции, новые темы для обсуждения. Сегодня были очень горячие обсуждения по поводу катарального изофагита. Также ввели новые тематики недостаточность кардии и грыжи пищевого отверстия диафрагмы. Мы все видели, какое было горячее обсуждение, и что говорит об актуальности и важности этих тематик. От стендапа к стендапу мы ждем новых тематик, новых горячих обсуждений, новых идей. И, конечно же, мы ждем рекомендации. Мы ждем, что у нас появятся, наконец, рекомендации о стандартах проведения эндоскопического исследования, о стандартах диагностики, о стандартах лечения, которые помогут нам в нашей клинической практике. Все участники конференции стендап единодушны в мнении о том, что без тандема гастроэнтеролог-эндоскопист квалифицированное лечение невозможно. Заключение эндоскописта попадает для последующей интерпретации именно в руки гастроэнтеролога, а гастроэнтеролог зачастую понимает, что именно этот эндоскопист способен обеспечить стандарт обследования пациента, направляет именно к этому специалисту. Потому что здесь этот тандем, который сложился годами и без которого невозможно на сегодняшний день представить неэффективную диагностику, не, безусловно, в последующем эффективное лечение. Эндоскопист первичную информацию дает, и в последующем нередко без помощи эндоскописта невозможно оценить те результаты, которые мы получаем в ходе терапии. По мнению специалистов, не менее важен обмен мнениями между гастроэнтерологом и эндоскопистом. За рубежом в функции гастроэнтеролога входит проведение эндоскопии. Поэтому человеку, специалисту, самому с собой договариваться не нужно. А у нас в России сейчас ситуация несколько иная. Гастроэнтеролог – это один человек, а эндоскопист – это другой. И поэтому для того, чтобы мы говорили на одном языке, и для того, чтобы мы максимально оптимально наши действия соответствовали, так сказать, веням нового времени, современным тенденциям, рекомендациям, определениям, безусловно, такое обмен мнения абсолютно необходим. Тем более он проходит в очень таком конструктивном с точки зрения дискуссии и обсуждении, плюс такой очень живой диалог, который устанавливается между специалистами, с моей точки зрения, чрезвычайно полезен и важен. Особая российская ситуация хорошо видна со стороны. Я думаю, что стендап, как образовательный проект, очень важен. В России особая ситуация, где человек, который проводит эндоскопию, и тот, кто должен лечить пациента, – это два разных врача. И, следовательно, для их общения и использования данных обследований этот проект очень важен. Он пытается наладить коммуникацию между всеми участниками, включая пациента. Стандарты эндоскопии верхних отделов иногда недооценивают. И я думаю, что в конечном итоге мы повышаем уровень знаний о серьезных заболеваниях, научимся сообщать о них, и в конце концов от этого выигрывают российские пациенты. Проект «Стендап» – уникальный образовательный цикл, объединяющий гастроэнтерологов и эндоскопистов. На самом деле, вот этот стендап, шестой, он получился очень хороший. Во-первых, сегодня гастроэнтерологи, эндоскописты увидели, что большой интерес к мероприятию, к образовательной деятельности, имеет Амиранус Шатайович Равишвили, главный хирург эндоскопист страны. У нас состоялся прямой телемозг. Во-вторых, у нас Рав Бишопс отставит свою точку зрения по интерпретации нейрозимного изофагита в практике врача-эндоскописта. И в то же время у него свой взгляд на эту проблему, как у гастроэнтеролога. У нас очень оживленная и очень хорошая дискуссия получается. И мы готовы к тому, чтобы уже все стендапы соединить. И пора выпускать методические рекомендации, которые уже давно ждут и гастроэнтерологи, и эндоскописты. Следующая конференция образовательного проекта «Стендап» пройдет 23 ноября в Воронеже. Организаторы приглашают всех желающих.